Хочется сказать только одно. Дорогие мои, поздравляю нас всех. Мы медленно, но перешли во вторую половину 2020 года. 2020 год выдался не самым лучшим, не самым ласковым, не самым прибыльным, но это наша жизнь. Давайте рассмотрим, чего нам ждать еще во второй половине 2020 года. Это ретроградный Марс с 10 сентября по 11 ноября. Ретроградность Красной планеты пройдет в знаке Овна. Сама планета в таком состоянии – это бомба замедленного действия. При этом она еще и окажется под сильным влиянием стихии огня. Эти два месяца будут очень напряженными в отношениях как между государствами, так между коллегами, влюбленными, родственниками и просто случайно встретившимися людьми. Возможны военные конфликты, новые политические неурядицы и обострение старых. Влюбленным людям не стоит припоминать прошлые ошибки и вообще необходимо сфокусироваться или же все свои силы отправить или направить на будущее, но не зацикливаться на прошлом. Очень прибыльным может оказаться бизнес, построенный на риске. Но если вы не готовы попрощаться с деньгами, лучше не влезать в авантюры. Осторожность все равно останется на первом месте. Тем более, что мы с вами не знаем, что ждет из нас, конкретно каждого из нас, конечно, кроме тех, кто имеет личный прогноз. Меркурий ретроградный будет с 14 октября по 3 ноября. На фоне ретроградного Марса в Омне Меркурий будет даже таким безобидным лапушкой. Хотя быть осторожными все равно не помешает. Конечно же, надо обращать внимание на финансы, не разбрасываться деньгами направо-налево, но надо воспользоваться или же прогнозом, то есть найти хорошего астролога, получить прогноз и реально осознавать или же видеть свои доходы. Ну, что делать? Знания будут затруднены, так как люди несколько обесточены, обессилены. Будет очень сложно находить общий язык, знакомиться, общаться. Скажу проще, не будет желания. Но что бы ни происходило, ничего плохого не произойдет. Будет все-таки так, как захотите вы, как захотим мы. Плутон соединится в Юпитере в ноябре, и это еще одно не самое приятное событие. В данном случае оно начнется 12 ноября и пробудет с нами до 20 ноября. Энергетические планеты, их соединенные вместе, станут причиной активизации наших старых каких-то страхов, внутренних конфликтов и вообще не очень хорошего поведения. Многие из нас могут стать очень раздражительными, чрезмерно пассивными и в целом будут склонны к конфликтам. Кому-то захочется пошиковать на последние деньги, ну, а кто-то включит разумность и все-таки начнет экономить. И это самое главное. Люди, которые были жадными или же черствыми, как их называют, они будут очень чувствительны и будут жаловаться, будут переживать по самым каким-то мизерным или же незначительным мелочам. Но я хочу сказать, что если вы хотите, чтобы все осталось только во Вселенной, ну, что надо делать, дорогие мои? Из материала в материал, из видео в видео я всегда говорю, работайте со своим подсознанием, блокируйте то, что вас разрушает, работайте, давайте задания своему подсознанию. Ведь подсознание – это не гугл, это вселенная, это такая библиотека, которая находится в нашем с вами пользовании, что только самое главное протяни руки или же надо просто немножко с этим поработать. У меня очень много стримов, посмотрите, и вы научитесь, как работать со своими подсознательными процессами. Потому что если подсознание приносит страхи, если оно пугает нас, то, конечно же, у нас начинаются психические проблемы. То есть психология – это, конечно, наука о заболеваниях. И психическая болезнь или психологическое состояние – это прямая дорога к заболеванию желудка, сердца и других подрывающих наше здоровье болезней. Еще одно значимое событие 2020 года – это коридор затмений. 30 ноября и 14 декабря произойдут два последних или же последние из шести затмений 2020 года. Эти затмения будут, конечно же, предвестниками перемен и большой опасности, уже большой опасности не принесут. 13 ноября произойдет полутеневое затмение Луны в Близнецах, которое подтолкнет всех нас к осознанию своих прошлых действий. То есть это некий как бы уже результат мы будем получать и будем его анализировать. Ну а 14 декабря случится полное затмение Солнца. Энергетически напряженное явление будут испытывать все. В течение этого коридора затмений желательно избавляться от изживших каких-то отношений. И я хочу сказать, что будет очень много каких-то раздоров, споров, разводов или же попытки разрубить этот гордий узел, который уже начал, скажем так, разрушать внутренний мир каждого из нас. То есть тех людей, которые, ну, к сожалению, должны или же уже будут стоять на пороге каких-то перемен. Не надо расстраиваться. Все, что не делается, все делается к лучшему. Но самое главное, что к этому лучшему придется все-таки идти через какие-то труды, муки и, конечно же, потери. Но, увы, в этот период придется встретиться с внутренними неурядицами, комплексами, с какими-то неадекватными, возможно, людьми. Но что делать? Ну и я уже... Есть, вернее, в моей ленте материал о соединении Юпитера и Сатурна. И это произойдет 21 декабря, встреча двух планет. Ну, такое случается лишь один раз в 20 лет. Поэтому, дорогие мои, посмотрите, у меня в ленте есть материал по этому событию. Более того, там приведены годы, именно годы, когда такие ситуации были. Или же такое соединение происходило. И более того, я буду очень благодарна, если вы посмотрите материал и напишите ваши ассоциации или же то, что вы знаете об этих событиях. Как правило, это события судьбоносные, и от них никуда не денешься. Конечно же, перемены могут начаться резко, стихийно, и будет запущен некий неблагоприятный процесс. Но, к сожалению, мы живем в такое время, во время перемен. Возможно, что эпидемия коронавируса и есть то самое начало, а в декабре мы увидим некие первые последствия. А может быть, еще Вселенная что-то нам приготовила и более интересные или же разрушающие. Самое главное, что мы не должны себя сами разрушать. Поэтому работаем и блокируем подсознательные процессы саморазрушения. Дорогие мои, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы вы своевременно получали информацию о новых материалах. Ну и, конечно же, пишите ваши комментарии и оцените мою работу лайком. С вами была я, Зоя Клемюк. Удачи!